Всем привет! Как обычно, по пятницам в это время программа «Вдоли». Я тут, Ларсин, общаюсь в студии с какой-нибудь удивительной, прекрасной женщиной, которая делает этот мир лучше тем, что она умеет делать. Но поскольку всю эту неделю, в честь пятилетия нашей радиостанции «Финам.ФМ» мы говорим о радио, об истории радио и о том, как нам без радио было бы ужасно жить, а с радио как хорошо, сегодня у меня в гостях человек, который для меня является совершенно легендарным радиоведущим. И это Ксения Стриш. И это не Ксения Стриш, а Маргарита Михайловна Митрофанова. Здравствуйте. Да, я приятно удивлена и пульщена. Оказывается, ты какое-то исследование делал на Фейсбуке. И на Фейсбуке, и в ЖЖ у себя на страничке. Я кинула клич. В принципе, у меня-то сомнений не было, кого приглашать в гости. Но, тем не менее, мне было интересно, есть ли вообще еще кто-то, кого народ помнит и считает настоящей радиодивой. Ну, ты у нас заняла первое место по всем фронтам. Ну, Дива-то как-то сильно сказана. Дива-то все какое-то визуальное, мне кажется, существует. А тут-то как повелось. Мне вот сегодня приятно в какой-то кофейне. Я даже не буду называть название. У меня девушка, которая заказ принимает, узнала. А я уже оплатила. И она так расстроилась, и я расстроилась. Она хотела подарить. Она хотела угостить меня, да. И главное, и она расстроилась, и я расстроилась. В общем, все расстроились. Даже уже не рады были, что встретились. Ну, а вот, кстати, в какой-то момент действительно радио перестало быть чисто аудио, таким средством массовой информации, и у нас повесили камеры в студиях, которые транслируют все, что происходит у микрофона в интернет. Тебе сложно было переключиться? А сейчас идет трансляция? Конечно. И на маяке у вас идет трансляция? Да? Да. Хорошо я ноги побрила. Судя по тому, как ты сидишь, несложно. Для меня это тоже какое-то... У меня такое было чувство протеста. Знаешь, когда первый раз у меня за спиной повесили камеру, и надо думать, ковыряешь ли ты в ухи и в носу, накрасила ли ты глаза, и как ты выглядишь. Нет, я уже перестала переживать над темой. Во-первых, это не обсуждалось. Вот самое мерзопактое, то, что начальство... То есть ты не спрашивала, хочешь ты говори нет. Да, да, хочешь... Для зрителя это лучше. Но, наверное, четыре человека, которые вообще ничем не занимаются, все время что-то смотрят, как ты сидишь просто в студии, тупо работаешь или что-то говоришь. Вообще это, конечно, мне кажется странным смотреть за людьми, но вдруг этого человека не знают, как он выглядит. Может быть, это действительно интересно. Потому что приходят до сих пор сообщения и говорят, а вы ничего. Поэтому это может быть и ладно, бог с ним. А сейчас, когда в твоей жизни уже действительно в равной степени присутствуют и телевидение, и радио, ты для себя, себя какую-то новую открыла, или по-прежнему для тебя радио остается главным делом? Ну, я так особо не выбирала. Радио, конечно, я отдаю все свои такие эмоции положительные и отрицательные тоже, потому что есть люди у радио, которые мешают этому радио любому какому-то развиваться. И это как государственных станций касается, так и частных. Ну, а телек – это такое приятное дополнение, удивительное, другой мир, не знаю. Я не выбираю между ними, потому что есть, наверное, во всех этих сферах свои трудности и радости. Не знаю. Телек просто получше, потому что узнаваемость больше. Ты же знаешь об этом, потому что там на том же телевидении, на MTV, да? Какую бы хрень вы ни не несли, все равно вас люди запомнили. Они уже не помнят, что вы говорили, но люди ваши помнят. Это точно. Поэтому… В моем случае еще помнят, как имя мое читается заданно переводит. Да. От этого никуда не денешься. Ну, я, кстати, пришла на радио как раз после телевидения, и для меня это было прямо откровением, потому что оказалось, что это очень сложно, оказалось, что это особое искусство. Я помню, что мне было довольно тяжело собрать весь мой мысленный поток в какие-то короткие динамичные фразы. Мне трудно было так вот, как надо пародийному быстро формулировать, чувствовать вот этот ход временной, да, и прочее, прочее, прочее. Мои первые скиммеры, то, что называется. Я же пришла на радио как раз про жизнь на максимум, когда ты там уже была настоящей звездой эфира. И Миша Козырев, наш босс тогдашний, довольно долго меня натаскивал. У меня не получалось ничего. Слово «натаскивал» смешно. Ну да, тренировал меня. И для меня это было прямо такой серьезной школой. Я поняла какой-то на самом деле непростой труд, что даже если ты телеведущий, не факт, что у тебя на радио что-то получится. Ну, я не знаю, тут в чем вопрос-то. Это от человека зависит. Нужно тебе это, хочешь ты. Просто вообще ни у кого не было опыта, когда я начинала. Это было 20 лет назад. Были разные люди, по-разному талантливые. Но у нас было одно преимущество – мы много читали. Мы, в общем-то, много знали. И те, которые пришли уже на радиоточки в FM-диапазон, на танцевальные станции, были уже очень скудными в своих высказываниях. Ну да, может, они и люди хорошие были. Те же диджеи на всяких станциях, подстанциях, на мегаполисах. Но, к сожалению, они выражать свои мысли могли очень плохо. И не понимали, что люди, что хотят они и от них, и от слушателей. Хотя музыка. Главное, здесь люди разобрались в форматах. То есть есть разговорный ток, да, and music, правильно. Есть просто разговорное радио, а есть музыкальное. И у каждого своя специфика. Но когда ты пришла на радио, еще этого ничего не было. Был такой достаточно мутный и хаотический вообще вид у московских, вообще у российских радиостанций. Все только-только зарождалось. Но зато был энтузиазм. Была такая интересная атмосфера. И на некоторых станциях до сих пор осталось, когда что-то вот все завалено какими-то книгами, старыми журналами, кассетами. Очень тесно, но, тем не менее, есть дух такого какого-то радио-радио. А есть с евроремонтами абсолютно пустые, неуютные стены. Я ни на что не намекаю, не говорю ни о какой конкретной. Просто если люди в этом бизнесе шуруют, то они примерно знают, какое радио как выглядит. Скажи, ты ведь закончила юрфак. И ничего не предвещало такой, в общем, теле-радио-журналистской карьеры. Я в очередной раз убедилась, что я правильно выбрала профессию, так, судьба. Когда вчера... Нет, не вчера, на днях. Нет, не буду привязываться к вчерашнему дню. По-моему, по календарю я тоже не вспомню. Когда вынесли в очередной раз приговор по делу упыря, который сбил на остановке 8 человек, детки из интерната, семья. В общем, ад. И сначала одну сторону показали потерпевшую, комментарии люди свои высказывали. И потом адвоката показали вот этого упыря, который пьяный был просто. Это слово даже нельзя говорить, да, по-моему. Чтобы не монтировать лишний раз эфир. Пип, вы же не успеете запикать. В общем, я увидела эту женщину, и она реально... Адвоката? Да, она реально его защищает. Да я бы своими руками его бы еще убила, наверное. То есть ты не смогла бы работать в юриспруденции? Да, прокурором – это вообще отдельная история работать. Это некоторые люди признаются и гордятся тем, что они хотят быть прокурором из шести лет. А адвокат – это тоже странная вещь. Наверное, если бы я хотела работать, может быть, в сфере авторских прав или экологическое право сейчас очень развивается. И люди наконец-то задумались о будущем нашей планеты, нашей Родины в какой-то степени. Ну, чуть-чуть совсем. Капельку, капельку. А так, конечно, нет. Я либо просто была создана для любви, а не для службы в армии, понимаешь? А как ты оказалась на радио? Да просто неожиданно. По объявлению? Нет, просто главное в те времена, да и сейчас это общество, в котором ты крутишься, вертишься. И просто были люди из этого мира, и мы познакомились неожиданно. И они говорят, ну, давай, делай что. И ты пришла. Да, да, поэтому нужно делать всегда ставку на некую компанию, да, где ты вращаешься. Это, видимо, с детства должны родители думать. Все решают связи. Ну, пожалуй, что так. Ну, такие связи, общественные связи. Коммуникации. Да, да, то есть за это платить не надо, но это дорогого стоит. Ну, а ты помнишь свой первый, там, не знаю, день в эфире? Ведь когда ты пришла на радио, тебе надо было не только сидеть у микрофона, но еще и самой по пультом заниматься, самой ставить всю эту музыку, и сводить песни, и включать заставки, и джинглы, и выводить рекламу. И это достаточно такая была механически сложная работа. Надо было неплохой координацией обладать. Ну, наверное, это уже с опытом пришло быстро. Там же раз-раз, и две кнопки, и три, и микрофон висит. Четыре. Висит. И как висит, и не знаю. Мне до сих пор снится кошмар, вот после моих пяти лет в прямом эфире на максимуме, что я все нажимаю, а у меня в эфире тишина. Реально, я иногда там раз в год тишина. А я уже тишины не боюсь. Мне ничего не страшно. Мне больше всего боюсь, если моя дочь спросит меня, как делить дроби или общий знаменатель, я и не смогу ей помочь в школе. Потому что я не знаю ничего о математике, геометрии, физике и химии. И тут я недавно у наших вечных оппонентов-американцев узнала, что у них в средней школе физику не преподают. Я говорю, какое счастье. Те, кто хотят ее изучать, они ее знают и любят с детства. А те, кто не хочет, в принципе, может это пропустить, вот эти эбонитовые палочки. Поэтому я, конечно, за образование, а не за лучину. Но, тем не менее, я ужасно боюсь этих предметов. Мне кажется, я абсолютно дубина. И знаю все поверхностно. Слушай, ты сама себе противоречишь. Только что ты сказала, что начинали делать радио в этой стране исключительно образованные люди. Нет, я образована в гуманитарном плане. Ну и слава богу. А вот естественные науки, может быть, я поэтому так и говорю. Хорошо, что я в остальном даже не знаю, как все это складывается. А те, кто был успешен в естественных науках, они делали радио в начале 20 века. Может быть и так. И они занимаются финансами, бизнесом, экономикой. Ну, плюс-минус. Они даже понимают, как налоги высчитывают, понимаешь. А тут очень сложно. Но этому можно научиться. А научиться быть хорошим радиоведущим, наверное, нет. То есть научиться делать то, что делаешь ты в эфире, я считаю, невозможно. Потому что ты можешь научиться хорошо говорить, ты можешь обладать интеллектом, но такие парадоксальные вещи. Я никогда не забуду один твой прогноз погоды, когда ты читала очередной прогноз погоды, что ты делала много раз за день. И это всегда было что-нибудь одно и то же. Вещал, а спонсор? Нет, ты сказала гололедица, рядом голод джентльменец, наверное, приземлился. Это было так смешно, да, и настолько неожиданно. Я даже не помню. Я вот эти не помню вещи. А чувство юмора – это наследственное? Или как-то просто от природы? Я не знаю. С этим чувством юмора, ты знаешь, мне им попирают мое чувство юмора ежедневно и сомневаются. Да вообще и у женщин, наверное, это… А об этом давай после новостей на финале оставайтесь в доле. Еще раз здравствуйте. Сегодня в доле Маргариты Митрофановой. Мы говорим о радио. И по моему опросу, и индивидуальному, и личному, Маргарита Михайловна является главной радиоженщиной нашей страны. Мы с тобой становились на том, что чувство юмора и женщина – это не для всех понятно. Я вычитала своего кумира у Винстона Черчилля эту фразу. Хотя афоризмы, конечно, это неблагодарные вещи. Их запоминать особенно. Знаешь, кто-нибудь нахватает с афоризмов и живет всю жизнь, советы дает. Ну, хотя сейчас легче. Можно в интернете сразу в телефоне посмотрел, и как выдашь чего-нибудь. А тут я неожиданно для себя и вовремя нашла… Ну, я ей, блин, как бы не ошибиться. В общем, он сказал, что… Своими словами. Бог лишил… В общем, Бог не дал женщине чувство юмора, чтобы она мужчинам не смеялась. Не смеялась над мужчинами, а их уважала, любила, ценила. В общем, занималась своими делами. Короче, я считаю, что он действительно был прав. Потому что чем больше в тебе юмора, иронии, сатиры, тем меньше эротики, интима и, собственно, серьезности. Но тем, на самом деле, ты можешь быть успешнее в своей профессии. Ну, может быть. Профессия-то новая. Вот нам даже не знали, как писать в трудовых книжках. Что это за радиодиджей такой? Тетки вообще все сломали себе голову, как это записать. Радиоведущие были, да, каких-то категорий до сих пор осталось. Дикторы. Да, наверное, так. Но потом это в журналистику все перелилось. И когда мы говорим о профессионализме, да, в любых каких-то областях, я вот что подумала. Мне правильно папа всегда говорил, что двум вещам невозможно обучить так, чтобы прям был человек в этом профессионал. Это философия и журналистика. То есть, если тебе дано, то ты и справишься, наверное, так. А если не получается, то уже не сможешь никак. Никто тебе не поможет. Никакие ни связи, ни обстоятельства. Ты очень много лет работала на одном месте. И как-то вот, ну, наверное, действительно находилась там в каких-то особых условиях. То есть, тебя не касались... Ну, то есть, грубо говоря, про тебя нельзя было сказать... Мушиная в озере? Да, да. Про тебя нельзя было сказать, незаменимых у нас нет. И действительно, там была вот, ну, как большая рыба в маленьком пруду, если можно так сказать. Это помогало? Или там, ну, в какой-то момент наступило понимание того, что здесь можно заплесневать, и надо куда-то бежать? Нет, у меня не было конкретных мыслей об уходе. Я прерывала свои вещания только в двух случаях. Как раз на той же станции, на максимум, мне повесчастливилось. Я родила ребенка, и мне очень помогла администрация. Я любую администрацию называю администрацией Рейгана, потому что у меня в голове всегда вот эта фраза администрация Рейгана. Опять там что-то намутило. Вот. И какая бы ни была там, где угодно администрация, у меня почему-то этот шаблон. Так вот, администрация того максимума мне очень помогла, потому что они полностью оплатили мне этот декрет, и очень ко мне уважительно отнеслись. И меня не было в эфире реально полгода с тех 17 лет, которые я проработала там. И я очень была довольна и счастлива. Единственное, мне кажется, в данном случае была первая такая схватка с программным директором, которого я не считала профессионалом, которого я не уважала. И я по-прежнему так считаю и убеждена в этом, что люди нечистоплотные. Там сменилось каким-то образом руководство. не топ-менеджмент. Нет, не топ-менеджмент. Программные директора это, собственно, люди, которые нами заведуют, нами, ведущими программами. Да, люди должны быть профессиональными, умными. Ну, а хороший-то плохой тоже не работает. Мало ли, может он плохой человек, но хороший менеджер. А здесь просто ужасное мерзкое какое-то создание, которое, ну, реально, награды Абрахимова Саши, известного журналист, тащила в свой кабинет. И просто, ну, какой-то показушник и упырь. Поэтому я фамилию, конечно, в этот раз не назову. Но если у кого-то есть вопрос конкретный, имя, фамилия, отчество, у него даже фамилия не настоящая. Он свое скрывает, а под псевдонимом выступает. О, Господи. Да, это ужасно. И я считаю, что в этом, наверное, тоже часть проблемы. И я конкретно ушла из этого человека. Ну, там были смешные доводы. Мы комментировали с твоим знакомым и многими знакомым. Денис Денис Хорешко. Да. Денис Хорешко, известный человек, который работал всегда за кадром и потом уже в кадре на МТВ. Автор Вани Урганта много лет. И большой-большой был и талантливый редактор МТВ. Да, он прекрасный до сих пор человек остался. Он так работает с теми, кого он выбрал для себя. Вот. И мы с Хорешкой комментировали смерть Майкла Джексона. И в какой-то момент, в принципе, мы переживали. Ну, ты имеешь в виду церемонию похорон и всю эту историю. Вот. И просто там была смешная история и в интернете она, по-моему, она уже сейчас затихла, потому что кто-то пытался мою страницу в Википедии все время поправить, что меня уволили с максимумом за то, что я пошутила от Майкла Джексона. И ничего над ним не шутил. Он сам над собой шутил прекрасно. А я просто сказала, что он, когда ребенка достал, вот из окна стал показывать, он ребенка чуть не упал, реально. И я в данном случае, там предыстория, да, Хорешка взял, пас такой дал, говорит, вы знаете, говорят, что его мозг вынули, чтобы его изучать. И он практически, ну, его хоронят без мозга. А ты сказала, что его не было дальше, и раньше. Я тоже сомневалась в этом, потому что, ну, когда ребенка стал показывать из окна, ну, вот, и как-то люди, ну, стали возмущаться, вот, ну, знаешь, может, это юмор был, нет? Ну, мне кажется, что в любом случае, когда у тебя настолько острый язык, ты можешь легко кого-то задеть и обидеть, но... Ну, надо, конечно, фильтровать базар. Я уж с возрастом к этому тоже выводов пришла. когда ты работаешь на музыкальной радиостанции, у тебя меньше шансов самому вляпаться в какие-то неприятности, когда ты не говоришь о политике, о президентах и так далее и тому подобное, там, шутишь только о музыкантах, то, наверное, это, ну, дает тебе какое-то более расслабленное отношение к профессии. Я хотела еще вот вернуться все-таки к работе на максимум, ведь ты не просто была радиоведущей, ты же была таким действительно очень образованным и музыкальным человеком. Тебе нравилась музыка, о которой ты рассказываешь. Ну да, да, мне нравилось. Там и до сих пор сохранился тот формат, который играл. Это удивительная, удивительная вещь. И правильно, наверное, ребята сейчас все делают, поскольку они сохраняют единственный этот нишевый формат такого альтернативного мейнстримового рока. Вот, он мало понятен русичам, вятичам, кривичам и тем более лютичам, которые все свои голоса отдают шансону и все, что с этим связано. Поэтому быть уникальным это, наверное, единственное, что остается этой станции. Она очень молодежно звучит, хотя я все время натыкаюсь на песни 90-х годов. Которые все равно звучат очень адекватно. идет какая-нибудь Тори Эймос, которая записала эту песню «Cornflake Girl» в 95-м или 93-м и лучше ничего потом не было, хотя у нее были ремиксы и другие песни. Ну вот, а так что новое делается, ну тоже забавно, танцевальной музыки много, просто мир музыки сейчас и доступность настолько легкая, в интернете можно найти черта лысого, поэтому ты вот танцы ты слушаешь просто так, чтобы, ну вот, мимолетно. Не то, как раньше слушали, чтобы услышать что-то новое, да, а сейчас ты сам рыщешь, тебе программы в телефоне дают новые. Да, но смотри, просто у тебя была уникальная ситуация, похожая на ту, например, которая была тоже у меня на MTV. Ты делаешь дело, которое у тебя классно получается, ты варишься в своем любимом бульоне, где тебе все вкусно, понятно, это твоя тема, ты ее живешь, это твой образ жизни, тебе еще за это платят деньги, у тебя еще и какие-то возникают там поклонники, единомышленники и все прочее, а потом в какой-то момент ты выходишь из этого в большой реальный мир и оказывается, что все не так, как ты привыкла, и нужно перестраиваться и встраиваться вот в эту повседневную реальность всех прочих средств массовой информации, будь то телевидение или радио, все остальное, оно другое, не такое, как ты там 17 лет. То есть не тепличные условия, а жесткие И ты там не особенный, не единственный в своем роде, а один из многих. Тебе пришлось вообще как-то пересматривать свой формат и как-то бороться за место под солнцем в радиоэфиле? Ну, я не знаю. Пока я так ужасно это на себе не ощутила, но кому-то рассказывает, что да, я вот в прошлом популярная радиоведущая, ну, пока это меня не обижает, не задевает. Я просто знаю, что мир телевидения очень жесток, он очень такой... И радио не такой? Мне кажется, все-таки на радио люди могут подольше сидеть, даже не сидеть, а жить и работать, и здесь с картинкой ничего не связано, поэтому ты, если ты стареешь и при этом умнеешь или там юмореешь, то ты можешь сидеть до 70 там, так, чтобы тебя разбило уже что-то. Прямо около микрофона, как он этого Трехтенберга, бедного, царство бы небесное. А с другой стороны, телек, конечно, он такой вот магнит земли русской. Все его смотрят, и все хотят там быть. Конечно, очень жесткая конкуренция и даже страшно. Мне кажется, единственный нам урок всем телерадиоведущим, то, что популярность, она очень мимолетна, и, наверное, всегда Мерлин Монро, она всегда, может быть, даже Марина Голуб, да, а мы вот такие вот, ну, такие звезды, но не А-класса, как мне кажется, все-таки мы должны себе отчет отдавать, что это как дождь пойдет, а популярность картонная. Ну, а мне кажется, что здесь как раз, ну, по крайней мере, когда мы говорим о тебе, здесь речь идет даже не столько о популярности, сколько о профессионализме. Я продолжаю все-таки наставить на том, что ты уникальный человек в этом плане, и я просто, ну, я знаю очень многих профессиональных, классных радиоведущих, но у тебя есть какая-то своя совершенно уникальная форма и подачи, и ты даже ухитряешься на серьезные разговорные сейчас радиостанции, государственные, публицистические, оставаться собой. Или все-таки тебе как-то, вот когда ты... Ты про маяк сейчас? Про маяк. Когда ты с музыкальной станции перешла на станцию, вот, государственную, официальную разговорную станцию, тебе пришлось как-то следить за базаром? А, тут есть несколько моментов, здесь есть определенные правила игры, и как таковой цензуры уже нет, и если что-то действительно обсуждается или не обсуждается, это как-то решается у себя внутри, вот, единственное, я всегда избегала тем, действительно, социальных и, может быть, и политических, потому что я слабо в этом понимаю, разбираюсь, поэтому если вдруг во что-то лезть, и ты ничего в этом не понимаешь, или раньше отказывалась понимать силу молодости и абсолютного безразличия о любви к Озе Осборну, правильно, то сейчас, мне кажется, люди должны либо действительно понимать четко, что, как, и тогда высказывать свое мнение, ну, вроде бы мне пока не страшно, не... Ну, а тебе пришлось чему-то учиться по новой? Нет, немножко даже расширился мой диапазон радиовещания, поскольку начались конкретные интервью, если раньше я улетала куда-то там, на Грэмми, награждение в Лос-Анджелес, или там в Британию, или куда-нибудь даже в Череповец встретиться с... Ну, я перегнула палку, я там никогда не была, и я говорю про Санкт-Петербург сейчас брать интервью у Саши Васильева из Сплена, понимаешь, то тут началось... Тут начались ежедневные интервью, общение с людьми, и это другое чуть-чуть. Продолжаем разговор с Маргаритой Митрофановой, вдоль и оставайтесь с нами. У нас юбилей, финам исполняется 5 лет, и по этому поводу всю неделю мы говорим о радио, об истории радио, и общаемся с героями радио, безусловно, одним из которых является наша сегодняшняя гость Рита Митрофанова. Спасибо, Тань. Да, за... Я выросла на ваших передачах. Вместе с Сартаном. Слушай, ну вот, ты говоришь о том, что у тебя расширился диапазон общения и возможности делать интервью с разными людьми, но ведь к тебе на интервью приходят и политики, и какие-то, нет? Только в этом дешево-бизнеса? Ну, политики вообще у нас почему-то стараются это дело обходить, и я даже слышала великого Познера совсем недавно по радио, он сказал, что он приглашал не раз людей, даже с которыми он часто общается, и встречается, и они сказали, что нет, мы не хотим, или мы не можем, или мы просто не пойдем. То есть... А тебе бы хотелось с кем-то из них поговорить? Из политиков? Ну, прям так, что был ужас как? Мне бы хотелось с ними выпить. Ну, и там потом поговорить. А на телеке что там умничать? Правильно? Или на радио? Трезвые сидят люди и друг друга в общем-то не слушают. Это точно. Ну, и что в твоем новом амплуа интервьюера вот тебя особенно радует сегодня? Кто у тебя, кто тебя восхищает из тех гостей, которые к тебе приходят? Не знаю, кто тебя чему-то научил? Ну, в данном случае я тоже какие-то читать пыталась нашего, как с вами, Ларри Кинга, ну, и еще несколько работ, потому что у нас в России пока мало кто себе позволяет научные работы вот выкладывать или там кого-то просвещать. Все эти курсы телевидения и радио я немножко как-то побаиваюсь. Хотя есть там хорошие люди, профессионалы, вот, но таких вот научных книг и исследований я не видела, как себя вести. Это просто от тебя, видимо, зависит. А сейчас у нас работа в такой команде Стилавин Сергей, Вахидов Рустам. И я, вот, я впервые для себя открыла утреннее шоу и это оказалось очень смешно и забавно. Во-первых, видимо, я постарела и я рано встаю. Вот, это ужасно. Просто у тебя ребенок, ты не можешь не вставать рано. Это мне понравилась собственная фраза, когда я кому-то рассказывала, вы представляете, я теперь встаю в семь. Раньше я, которая раньше вставала в сто семь. Вот, и в общем я так эмоционально. Сейчас я спокойно встаю в семь утра, в семь тридцать выезжаю на работу и как-то устаю быстро и спать ложу в безнадежном. Опять же, смотри, ты... Пью в разы меньше, что хорошо в моем возрасте. Действительно. Мне все-таки не поспоришь. Ты ведь тоже, это ведь тоже новая такая для тебя абсолютно история. Ты всегда была индивидуалистом. В эфире эфир целиком полностью принадлежал тебе. Теперь ты его делишь с тремя не менее харизматичными парнями. И вот тот же Стилавин, например, как-то... Он не самый делящийся, грубо говоря, не самый пасующий партнер. Да, я, наверное, из трех часов говорю четыре минуты в этом шоу. Это его не может быть. Я не верю. Ну да, но я абсолютно адекватно оцениваю ситуацию и считаю, что если так идет эфир, то почему нет? У каждого времени есть свои плюсы, свои минусы. Иногда вовремя вставленное слово наверняка тоже имеет вес. И здесь же главная атмосфера. Это же шоу совместное и все такое. Будет отдельное мое шоу, то, что мне говорят мои коллеги или доброжелатели. Реально, без кавычек доброжелатели. Будет другое время. Но пока мне очень комфортно и весело. Эти три часа это просто какой-то и все. Но у тебя есть ощущение, что музыкальные радиостанции действительно себя изживают, потому что музыку ты можешь найти в интернете, что будущее именно за станциями разговорными? Ну, это от возраста тоже зависит. Наверное, молодежь действительно не обладая какими-то благами, типа иномарок или просто машин. Хотя они и слушают это все в телефонах, да, радио ловится. Они могут это, но они что-то скачивают, там шуршат, в интернете смотрят, на каких-то специальных сайтах open space, социальных сетях. И как-то они делятся между собой. То есть от радио вряд ли они ждут что-то нового, как раньше ты слышал последнюю Мадонну, там, да, и вот люди оттуда черпали новое что-то. Наверное, все творили. Радио сколько раз уже хоронили? Не отвечали. Сейчас никто не хоронит. Точно. А оно все живет и радуется. Да, конечно. Я полностью с этим согласна. Еще Ховард Штерн, известный самый диджей американский, прям диджей-диджей, он когда уходил, по-моему, со микроскандалом своего какого-то радио в Нью-Йорке, он уходил на станцию в интернете. И он сказал, все это будущее, все это самая крутая история. Но, по-моему, там охвачено интернетом, каждая забегаловка чуть ли не там в заправке. И все равно в ФМ все работает. Да, в ФМ все равно в машинах. В машинах, если нет интернет-приема, то как это все слушать? Наверное, это все от технического прогресса зависит. Ну вот смотри, в Нью-Йорке, в той же Америке такое количество нишевых станций просто немыслимое. Там их сотни. Не знаю, черный джаз, белый джаз, христианский рок, там, не знаю, кантри-рок. У каждого чуть ли не музыкального стиля станции. У нас все-таки почему-то так получается, что станций и много, но глобальным успехом пользуются там, ну не знаю, три, пятерка, там, тройка, пятерка мейджоров. Почему? Это зависит от тех, кто делает радио? Или у нас такая публика не взыскательная? Ну, наверное, прежде всего, это источники финансирования. Если станция себя окупает как-то, то, наверное, она может хоть играть этот... Сейчас я что-нибудь придумаю поужаснее. Ну да, у нас, к сожалению, еще хоть и купить чистоту. А просто Андрей Ковалев играть будет все время. Вот представляешь, он себе сможет, он же вроде как состоятельный считается, да, персонаж. Вот он просто будет свое радио создавать, там только он играет. Вот это нишевая станция. Радио Андрюша. Ну, а ему негде играть. У него не будет чистоты. Ну, вот в интернете он может сделать радио Андрюша. А с такими чистотами, слово жуткое, наверное, сложнее. Главное же, правда, в деньги все упирается. И сейчас за идею мало кто работает. Ну, вот в том-то и печаль. Ну, у нас радио никто не хоронят. Много отдаленных уголков. И, как до сих пор пишут в анкетах люди наши, наличия компьютера нету. Вот и все. Ты сказала, что когда ты работал на Максимуме, очень важно было, чтобы рядом с тобой находились образованные люди, которые разбираются и знают свое дело. Часто ли ты сейчас встречаешь таких людей в своем радиоделе? Потому что у меня такое ощущение, что уже давно оно действительно, ну, по крайней мере, вот тебе есть у кого чему учиться? Вот приходит продюсер, да, и он, может быть, на радио в два раза меньше, чем ты, работает, а он почему-то продюсер. Тебе сложно с таким человеком работать, у которого там может быть меньше опыта, меньше знаний? Да нет, но продюсеры, по-моему, так сильно в нашу жизнь не вторгаются, как мне кажется, нет? Это, наверное, по-прежнему удел этих программных директоров, которые пылутся за всех. Ну, хорошо, программный директор. Ну, у них, может быть, какая-то сферзадача есть, которую ставят, например, владельцы станции. Ну, и здесь же, наверное, сложно. Это, может быть, на примере футбола. Есть же владелец команды, и есть там какой-то менеджер, там целая бригада в полосатых купальниках. Ну, а ты понимаешь, ну, просто, когда ты видишь человека, который знает и умеет меньше тебя. Тебе хочется оказаться на его месте? Ты думала когда-нибудь, что вы... Я боюсь ошибочно, ты знаешь. Так, если у меня личная какая-то совсем неприязнь, а так, ну, как меньше или больше, если он совсем юн, я даже не знаю. Ну, я стараюсь все-таки ориентироваться на людей, которые что-то делали или сделали в этом мире. У меня даже недавно была проблема, я читала примеры для сдачи ЕГЭ, вот, и мы даже спорили с мамой, мамой 15-летнего подростка о том, что, вот, вот, смотри, нужно разобрать тему. Какой-то лингвист Федюкин в своей... Уже смешно, понимаешь? Так и всем смешно, и этому тинейджеру смешно. Какой-то лингвист Федюкин написал в своем труде, что слово – это лучше, чем дело, образно, это я сейчас пример. И вот ты читаешь, и ты должен как-то это разрабатывать, а для меня, ну, как кто такой лингвист Федюкин? Он никто. Не авторитет. Да, вот я понимаю, если бы даже меня обманули, написали, Тютчев сказал слово. Для больших преследований, конечно. То есть, в данном случае, авторитеты взрослому человеку важны и действительно. Поэтому, нельзя, наверное, сейчас и спортсмены всякие, и люди, которые чего-то добились, достигли, рекламируют все и назидают как-то там по радио. Но ты-то ведь тоже человек, который очень многого добился в своем деле. Тебя наверняка ведь звали читать какие-нибудь курсы там в те же школы, телевидение, радио и прочее, прочее. Ну, не так, чтобы ужас, как звали, потому что там тоже все в финансировании. Ты можешь отцовы научить кого-то делать, как ты? Да, наверное, да, но зачем? И, во-вторых, у меня всегда не было секрета от моих слушателей или тех, кто спрашивает, в чем там ваш секрет. Я говорю, я не знаю, в чем мой секрет. Я, во-первых, постараюсь не фальшивить. Если я не знаю или не хочу что-то говорить, я просто не касаюсь этого темы. А так, если сюсюкать, тоже вредно, опасно и неловко. Ну, и быть естественным, наверное. А то, что основной секрет – это в знаниях, которые у тебя есть, это самое главное, и умение применить. К величайшему сожалению, я замечаю, что у меня очень плохо памяти работать стало. Я забываю, мне хочется сказать, а я говорю, ну, как этот мужик сказал? Ну, помнишь? Ну, я шучу, конечно, но иногда катастрофически не хватает даже ни слов, а памяти именно. Факт. Да, вот ты прочитал… Идиот. Книжку. Она просто без картины. Ты тоже себя как идиот чувствуешь. Ну, я заметила, что ты часто в мысли свои все-таки фиксируешь на бумаге. Второе. Это мой самый главный гаджет. Я себе книжку таскаю, у меня куча каких-то записочек, вечно листочков. Я их потом даже не пересматриваю, выкидываю. Хотя один дядя умный, очень крупный бизнесмен, а то и миллионщик. Миллиардер. О, сказал, что, говорит, Рит, ну, напиши уже книгу, что ж ты баба такая ленивая. Я говорю, ну, нет, не могу, пока нет у меня вдохновения. Ну, то есть я так понимаю, что ты вот по жизни едешь там за рулем, листаешь в пробке, оп, пришла бы какая-то хорошая шутка. Записала, вечером в эфире сказала, да? Ну, даже есть шутка. Шутки я забываю, чёрт побери. Но иногда вот на что-то внимание обратишь и забываешь записать, и потом мучаешься. Что-то такое смешное было. Вот сегодня я действительно записала две истории, которые мне рассказали подруги. Это история, которую вполне мог бы тот же Чехов отметить, себе записать, как одна девушка, ну, среднего возраста, под 40. Пришла к мамологу, сидела в очереди, и вышел этот, собственно, доктор, ну, тоже средних лет, и, так, посмотрев на очередь, сказал, о, хоть одна симпатичная сегодня. То есть это действительно забавно. С одной стороны, так цинично, потому что все остальные тётки, видимо, с отвисшими частями тела, да, там, ну, мало ли, жизнь потрепала. Насмотрелся он бедный. Да, он чего только не увидит. И тут одна кошелка пришла симпатичная, такая вроде как пахнет духами, а другие, ну, конечно, разная жизнь у людей, по-разному люди к чистоплотности относятся, ну, в лучшем или в худшем случае. Всё это нюансы. Ну, это смешная история. И так вот рассказываешь, вроде смешно. Скажи, а вот ты говорила об авторском шоу, это какая-то конкретная задумка, ну, потенциально мы сможем это услышать в эфире, или пока это теория? Да, нет, я пока не думаю. Я очень пока себя хорошо чувствую, вот, как раз, ребятами. Да, они смешные, очень весёлые, и мне хорошо с парнями. Тебе не хочется быть единственной в эфире. Я понимаю, что у тебя, конечно, стойкая закалка от трёх лет в программе «Девчата», когда уже, в общем, в таком коллективе, если ты поработал, то дальше уже ничего не страшно, но тем не менее. Ну, наверное, было бы круто, если бы на телеке я бы одна сидела, без вас у всех. Без тебя, без Долатова, без Шелест, без всех. Я бы сидела так, как королева. А сейчас я вам наведу. Ну, я образно так выражаюсь. Ну, про радио я конкретно ни о чём не думала, честное слово. Вот. Так, мне пока вот... Какие-то девятые валы преодолены там, какие-то переводены на другую работу руководящую. Слушай, а вот это тоже ведь интересно, что ты каким-то удивительным образом действительно пересиживаешь даже... Не-не-не-не-не-не, не сглазь, смотри. На меня оберегки. Разные эпохи. Это программа «Вдоль», мы вспоминаем в честь пятилетия «Финам.ФМ», истории из жизни нашей в радио. Вернёмся после коротких новостей. У нас в гостях телерадиоведущая Маргарита Митрофанова. Да, здрасте. Мы об разных эпохах в радио. И, ну, смотри, ты была героем эпохи музыкальных радиостанций. Сейчас ты такой полноценный, абсолютно деятель, разговорной станции. Дальше, как ты думаешь, куда может радио повернуть? Или, может быть, есть что-то, что ты ещё не делала именно в радио, тебе бы хотелось? Ну, может быть, радио тоже будет специализироваться как телек. Ведь есть специальные каналы культуры, каналы классической музыки, каналы географических исследований. Может быть, и радио должно в какую-то вот именно такую уже очень узкую специализацию погружаться? Ну, ты бы тоже работала бы на радио географии? Нет, я не про себя говорю. Вообще, может быть, это и есть будущее всех радиостанций, когда ты не можешь всего там, как винегрета, накрошить. Вот люди иногда звонят там на маяк тот же, говорят, вот у вас мало классической музыки. Мои френды, включить 91,6, радиокультура, там блоки этой красивейшей музыки. Или орфей. Конечно. Поэтому здесь главное, чтобы ты не ожидала чего-то, что это не может дать. Это же жёсткая история бигмачной, где только определённый набор. Чуть-чуть они идут на мануступки, какие-то сезоны придумают, чтобы уж совсем так тускло не было. Но вообще, конечно, думаю, здесь форматы уже все придуманы. Это действительно музыкальные станции, либо разговорные, либо какие-то совмещенные. Talk and music. А сама ты слушаешь радио? Да, я слушаю радио. И иногда вас включаю, потому что мне музыка очень нравится олдскульно. Я очень люблю старый добрый рок. Единственное, считаю ошибкой или своего автомобиля, или ваших станций, ведь парочка есть сейчас, которые играют в такой музыкальной направленности. Нет бегущей строки, кто играет. Потому что в основном я всех почти знаю. Но иногда даже я не знаю. Мучаешься. Мучаешься, конечно. Такой трек хороший. Есть хорошая для айфона программа «Шизам». «Шизам». Я в машине пробовала, у меня почему-то тоже не работает. Не знаю, может, у меня какая-то бронированная. Но я думаю, что для людей, которые включили первый раз или второй и заинтересовались, это очень важно. Знать, о, а это кто поет? Чтобы какая-то была служба, может быть, даже бесплатная. Чтобы, о, а это кто поет? Звонишь там. Это кто поет, это не самое главное. Я сейчас сижу и понимаю, что я, когда начала тоже работать на «Маяке», я вдруг поняла, что я вообще не умею по-русски нормально говорить. Ой, это очень сложно, да. Я расскажу нашим слушателям, что, я не знаю, на «Финаме», по крайней мере, меня еще так не правили, а вот на «Маяке» есть специальный человек, который сидит, слушает все эфиры и всем ведущим присылает потом письма с распечатками их ошибок. Ударение, наклонение, там, я не знаю, согласование падежей и прочее, прочее, прочее. Ты открыла для себя новые горизонты? Я так боюсь. Я лучше меньше буду говорить, действительно. Это очень страшно. Ну, просто я сказала «бронированный», и ты правильно поставила ударение. Хотя это не принято. Гофрированный и бронированный, оказывается, вот так говорится, а не «гофрированный и бронированный». Слава тебе, Господи! Вот, я думала, может, это результат взаимодействия с этим прекрасным мужчиной. Просто повезло. Понимаешь, как мы стали аналитной проституткой? Просто повезло. Ну, это очень страшно. Я дико волнуюсь и очень этого стесняюсь, если не хватает. У меня однажды журнал московский, по-моему, не спать был такой по ресторанам, всяким кафетериям разбрасывали бесплатно, написал, что вот такая хорошая радиоведущая, но такая косноязычная, вообще кошмарная. Да, но говорят, но она такие вещи иногда говорит, хорошие, смешные, что мы ей это прощаем. Вот такая была заметка. Я так расстроилась, я плакала. Но я поняла, что люди правы. И пыталась объяснить. Иногда это не знание конкретное, тупое, а иногда это просто мысль бежит быстрее, чем ты говоришь, ее озвучиваешь. И, конечно, там уже лепишь седьмая вода на киселе. Что хочешь? Вот из тех намеков, которые ты дала по поводу того, что, ну, как иногда душа болит за то, что некомпетентные люди оказываются там у руля творческой стороны каких-то станций, ты по-прежнему остаешься таким воинственным рэблом, да? То есть тебе не все равно, и у тебя душа болит за то, что ты делаешь, за то, что делают вокруг окружающие, хотя, казалось бы, тебе уже можно расслабиться, опочивать на лаврах, там, плыть по течению и получать дивиденды. Ну, пока я воюю, да. Вот против чего и во имя чего? Да хочется все-таки, чтобы из таких мелочей, даже вот совсем нестечковых моментов, все-таки в стране какой-то хоть порядок наладить. Потому что это начинается с твоего подъезда, с твоей личной клетки, потом твоя работа, и равнодушие глобальное, вселенское, жуткое, оно настолько сейчас всеми людьми завладело, что оно уже, даже, уже равнодушие мне назвать, просто пофигизм, который даже это слово плохо окрашивает. Я недавно скандалила, ужасно, ужасно скандалила, я вышла у себя во двор, и там люди, люди рабочие, которые убирают, подметают, красили очень долго площадку большого размера. Красно-белые, нет, красно-белые, это якобы такое место для остановки пожарной машины. Они раскрасили, ну, большую такую площадь, прямо для машины, парковочное место, ну, в случае чего, написали 01. Все, я такая шла домой, думаю, как красиво, так ровно, и для пожарки вдруг вот, хоть цивилизацией запахло чуть-чуть, в центре города Москвы. И только я дома что-то поковырялась, переоделась, спускаюсь, и эта вся вот картина полосатая размазана чьей-то машиной. То есть какой-то упырь разворачивался, и все размазал прямо в кашу. Это 01, вот эти все полоски, все прямо... Может, он не знал, что оно свежеокрашенное? То есть сколько у нас уже вопросов к людям, которые это делали, не поставили загородки? Второе, вопрос к человеку, который, в принципе, может быть, видел, да, что это свежая краска. Запах поменил. Да, да, да. Третье, там была будка, которая охраняет американская посольство. Чего не охраняют, я не знаю. Я не понимаю, там огромное количество драмоедов просто в штатском, которые сидят, что-то там охраняют. И открыта эта будка была, потому что было жарко. Я этому усатому говорю, охраннику якобы, а что же вы не предупредили? От вас секунда требовалась сказать, подойти к этому водителю, сказать, тут свежая краска. А чё? Я не обязан. Вот это был ответ. Я поняла, что данная ситуация проиграна. Для нашей страны этот бой с равнодушием проигран. Но в твоем отдельном случае лично... А, можно последнюю штриху? Я подошла к милиционеру, якобы управляющему вот этими охранниками, и говорю, ну вы вот рассудите, я не городская сумасшедшая. Просто обидно, да, слез. Вот часа не прошло, все размазали. А он мне, знаете, как оправдался? А в ваш дом пожарка на то место вообще не проедет. Сколько идиотов ты уже насчитала? То есть там, где они красили место для пожарной машины... Её там априори будет не надо. Она не пролезет через арку. Кошмар. Вот. Но, когда ты всё-таки радиоведущий, телеведущий, у тебя есть ресурс, у тебя есть доступ к большому количеству ушей, душ, мозгов. Слушай, ну вот сейчас я сказала... Ты не можешь пользоваться ситуацией, да? Ты можешь... Сейчас ты работаешь на разговорной станции, где ты говоришь не только о музыке. Вот ты же можешь прийти и сказать там, не знаю, Иван Петрович Петров, председатель нашего ЖЭКа, идиот. Нет, потому что радиообщественная деятельность, я считаю, вообще в данном случае, если это не какая-то трибуна государственная, она вообще в пустую. Ты имеешь право социальные вопросы разбирать на радиостанции, пользоваться своим положением, не только для себя, но для своего города. Ну как я имею в виду? Я могу сейчас... Я хотела и сказала. Я в своей радиоточке тоже... Это просто идиотическая ситуация. Красили-красили, все переругались, все впосланы, а этот сказал, ну туда пожарка не пролезет. Ты же работая на станции, ты можешь найти телефон. А, в этом смысле? Позвать и вывезти их в эфир, и сделать их... Сейчас такую вещь скажу, только ты не обижайся. Для этого, по идее, нужны некие управы и депутаты, которых мы выбираем. Начали хотя бы на них обращать внимание. И в данном случае мне помог депутат Мособлдумы, который за секунду нашел телефон управы, который никогда не берет трубку, и всегда занят телефон. Я стала звонить, как сумасшедшая бабка. Вот, и он... Мне перекрасили это. Ты можешь себе представить? На следующий день я добилась. Но ты понимаешь, что ты... Но это депутат. Ты же можешь добиться этого со своим положением и связями не только для себя, но и для кого-то там человека из Мурманского, который аналогичные проблемы. Так я знаю пресс-секретарей, я видела вблизи. Президента, премьера. Ты что, мне им звонить? Говоришь, у меня во дворе разруха. Вот почему проблема-то во всем. Что те люди, которые реально должны этим заниматься, этим не занимаются. Телефоны снимают. Либо таких сумасшедших, как я много... А тебе хочется их наказать в эфире? Кого? О них рассказать в эфире. Так я же рассказала. Ну вот, видишь. Ну... Может быть, кто-то сейчас услышит, ему станет стыдно, и он начнет этим заниматься. Да никому не стыдно. Просто я уже думала, что я сошла с ума, как старые бабки на все обращают внимание. И своей подруге позвонила, говорю, Катюха, вот такая ситуация. Она говорит, ой, я тебя умоляю. Я купила себе туфли, новые какие-то там, дорогие, и тро. И красили, говорит, бордюры, тетки. Желтым и зеленым. Во-первых, это не эстетично. Все бордюры покрашены в желто-зеленый цвет. Кто это придумал? В Москве все вот эти полисаднички, да, скудные? Ну, это уже... И я тоже не было предупреждено, что покрашена. Я всю туфлю соскочила, нога все испачкала. И я рот только открыла на теток орать, а потом посмотрела на них, и мне их так жалко стало. Ну уж они-то точно... Это тупик. Это тупики, которые я не знаю, как преодолевать. Но я не знаю. И радио никакой не поможет. Ну почему? И телевидение. Ну почему? Ну вот ты сейчас сидишь и об этом говоришь, и тебя слушают, и ты авторитет, и кого-то ты действительно на эти дешевелишь. Вот, ну как, ну, наверное, люди будут звонить теперь своим друзьям-депутатам, если такие есть. Хотя депутаты, по идее, должны записывать на прием, ты ему, может, высказываешь, он не имеет права не рассмотреть. Потому что в другом случае ты имеешь право подать жалобу на то, что депутаты не рассматривают твое прошлое. Я просто хочу сказать, что смотри, сколько преимуществ появилось в твоем новом формате разговорной радиостанции. Если раньше у тебя... Ну, правда, хрен его знает, простите. Не, в смысле, насколько это преимущество. Раньше ты общалась с Полом Маккартни и, там, я не знаю, Бона. Теперь... Без фактики общаются с депутатами, мы с собой думаем. Ну, я не знаю. В каждом времени есть свои преимущества и все, что с этим связано. Я не могу сказать, что быть знаменитой неприятно. Ну, так забавненько. Очень нравится, когда люди на улицах там или где-то... Даже то я воюю, кто неправильно паркуется, если я тоже начинаю. Ну, я иногда сама неправильно, но иногда я перебарщиваю. Слушай, ну, ты ведь уже действительно настолько искушенный в своем деле человек, что вполне могла бы открыть собственную радиостанцию. Нет. Почему? Это как? Это, мне кажется, у тебя какой-то... Ну, в интернете хотя бы. Да нет, а зачем? А смысл? Я не думала об этом. Нет, если из-за расчета того, что не хочу работать на дядю чужого, а так... Ну, это сложно, это очень такой организм. Непростой. Мне кажется, это мало кому подвластно, доступно. Мы сейчас смотрим на примере телевизионных проектов, да, частных, что это очень сложно. Я в любом случае желаю тебе, чтобы тебе в твоей профессии никогда не было скучно, страшно или стыдно за то, что происходит, и новых интересных эпох в радио. Всех с пятилетием Финама. Программа «Вдоли». Пока. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...